Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях необычный гость. Путешественник, очень известный человек, которого называют русским Форестом Гампом, Александр Капер. Напомню, что он совершает забег Москва-Пекин. И вот сейчас о том, что его побудило совершить такой забег, и его впечатление о нашей республике, о том, что он собирается делать дальше, мы поговорим. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Александр, я уже назвала вас русским Форестом Гампом. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, вполне корректно, поскольку все-таки, как литературный персонаж Форест Гамп, больше положительный герой. Он вызывает уважение, вызывает теплые чувства, и поэтому я не вижу никакой странности, никакой предвзятости, если меня называют как этого персонажа. И тем самым я считаю, что я переношу на себя лишь положительные качества, которые присущи этому герою. Александр, ну вот мы уже сказали, что вы бежите Москва-Пекин. Сколько здесь километров, и когда вы начали свой забег? Ну, это порядка 8 тысяч километров. Начал я 4-го числа, то есть бежим мы около 19 дней уже, но я бегу. Преодолел я порядка 600, с лишним почти 700 километров за это время. Собственно, по плану преодолеть общую дистанцию за 200 дней. Ну вот смотрите, да, вот вам в голову пришла мысль, а давайте-ка я побегу сейчас Москва-Пекин и побежал. Нет, все не так, конечно. Сколько подготовка занимала? Все не так, конечно. То есть я вообще-то за последние два года, я бежал в больше 40 с лишним регионов нашей страны. Я бегал в очень разных и колоритных местах, там, например, Чеченской республики, заканчивая там Хабаровским краем. И очередной вот этот забег большой, это лишь возможность все больше и больше узнать свою родину. И это такая большая мечта пробежать через всю страну. Это большая мечта понять, в какой стране ты живешь, с какими людьми ты живешь вместе в одной стране. И почувствовать их именно непосредственно на дороге, при встречах личных, а не просидя в автомобиле или в самолете или в поезде. То есть смотря на это как-то более абстрактно, а вот реально ощущая вообще, где ты живешь. Сколько дней готовились, сколько месяцев готовили этот забег? Вообще, то есть здесь есть техническая сторона момента и физиологическая. То есть физически, то есть я себя уже вот в такой форме, ну, ежедневных преодолений дистанции держу порядка двух лет. То есть я ходил пешком, бегал порядка 25 километров в день на протяжении двух лет. Ну и, собственно, поэтому, когда я вышел на нагрузку, там, допустим, 40, 40, так, 35, 40, 50 километров в день, она вполне физически нормально переносится. Это раз. Что касается материального, то есть, ну, техническое оснащение, со мной едет автодом, то есть это я по течение года все организовал и, ну, вот успешно воплотил жизнь. Ну, вот вы сказали, что вы 19 дней уже в пути. Когда вы забежали в Чувашию, как долго собираетесь у нас быть? Что уже видели, что уже делали? Значит, забежал я в Чувашию позавчера. То есть видел, что я, прекрасные красоты, это, ну, собственно, в республике. То есть сейчас-то пейзаж, что он разознает? На самом деле, ну, вот красивая река Сусура. Мы ночевали там в Сурских Зорях, ну, вернее, в автодоме, припарковали около Сурских Зорь, и сходили в баню вечером, и в машине спокойно спали. Ну, то есть это безумные красивые виды. И, собственно, был у меня уже казус по пути по Чувашии. То есть я, когда бежал в Малые Тимирли, я подскользнулся и упал в речку полностью на мок, обмок. И поэтому пришлось немножко нарушить планы и преодолеть вчера не там 40 километров, которые я планировал, а порядка 56-58 километров до отеля, чтобы просушиться, постираться. И, ну, поскольку в автодоме не высохнет ничего за ночь. И вот такие вот казусы случаются. Так что, ну, самое интересное, что в Чувашии я уже не раз бывал, то есть я и уже пробегал. Я, когда бежал в прошлый раз, ну, вот такой один из самых моих больших забегов на тот момент был, это я пробежал полторы тысячи километров за 30 дней из Самары через Казань в Москву. То есть по этим дорогам я уже бегал. И скажу вам больше, что состояние дорог, ну, состояние дорог, я просто помню, те старые фотографии, они у меня есть в Инстаграме, когда ты бежишь, и там отрезанная полоса стала в Чувашии лучше. То есть это факт. То есть я могу резюмировать, что вот за два года действительно дороги стали лучше. Ну, не идеальные, но лучше нам. Александр, скажите, вот вы просто бежите через регион, там, останавливаетесь в отелях, в мотелях, да, в гостиницах, или у вас есть какие-то программы запланированные, встречи с населением, там, творческие вечера, еще что-то такое? Конечно, есть. Это, я вам скажу так, что своим забегом я ставлю огромную большую цель, потому что внимание к этому забегу приковано не только российских СМИ, а иностранных. Я ставлю задачу разрушить стереотипы, ну, вот, я поставил такую большую цель, разрушить стереотипы о российских людях, о том, что у нас очень часто нас ассоциируют с социальными людьми, ведущими, там, пьяный образ жизни. Мне эта ситуация не нравится, потому что есть другая Россия, есть Россия сильная, есть Россия спортивная, есть Россия активная, и моя задача об этом рассказать, во-первых, на весь мир, потому что об этом надо рассказывать, о чем, вот, просто вдумайтесь, когда я стартовал в Москве, мне пришлось перенести массовый сарт из-за того, что свое участие подтвердило 2,5 тысячи человек в массовом сарте. Да, хотели просто со мной начать бежать. И также в разных регионах меня поддерживает безумное количество людей, вот из Чувашии девочка, Юля приехала из Чебоксар до, вот, границы с Чувашией, где я ночевала около реки Суры, и она 70 километров проехала, для того, чтобы со мной только 10 километров пробежать. Это вот, на самом деле, герои России, люди, на которых Россия держится, сильная Россия, большая Россия. Это вот люди активные, сильные, спортивные. Моя задача просто рассказать о этих людях, показать, и, ну, донести еще людей мысль, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно иметь какие-то большие колоссальные средства, можно просто заниматься любимым делом, спортом, активным образом жизни, там, велосипедом, там, байдарками, то есть ходить в походы, бегать. И жизнь от этого становится полная, настоящая, счастливая. И вот где самые настоящие ценности. Я ни в коем случае не в тугом кошельке, я не знаю, там, не в большом заборе вокруг большого дома. Александр, ну вот, я думаю, что наши зрители вдохновились вашими словами, да, и наверняка захотят следить за вашим забегом, за тем, где вы передвигаетесь, где вы, какие мероприятия проходят с вашим участием. Где можно смотреть за вашим забегом? У вас прямая трансляция, канал прямой или YouTube? Что вы тут видите? Нет, вообще, то есть я, как бы, у нас сейчас идет формат такой, что у нас есть сайт, москва.пекин.рф, на котором указано, прям, есть расположение мое, прям онлайном можно отслеживать. Это особенно интересно будет тем, кто захочет присоединиться ко мне в дороге. То есть могут в любой, там, раз в две с половиной минуты датчик ставить отметку на карте, где я нахожусь. Очень много, кстати, людей присоединяются по пути. Второе, это социальные сети, куда я выкладываю посты. Собственно, там же мы выкладываем, там, видеоблоги. Мы там же выкладываем в социальных сетях стримы, сюжеты небольшие. И, собственно, ну, вот это такой полный перечерпывающий перечень того, что мы делаем. А вы отслеживали, сколько вот человек, ваши подписчики, сколько следят за вами регулярно, постоянно? Нет, никогда не следят. Нет такого? Цель не ставили? Даже нету. Я знаю, что очень много, я знаю даже, что очень много людей, даже не будучи зарегистрированных в социальных сетях, набирают там в Инстаграме, ну, в мой адрес, там, и не зарегистрирован, смотрят и ставят. И даже те люди, кто не в социальных сетях, то есть они тоже, то есть, как бы испытывают интерес. И это очень хорошо. И я больше скажу, что у нас еще одна аудитория растет очень большая. Меня зарегистрировали в Москве. У меня есть, кстати, учитель. Я, конечно, задачу себе поставил выучить китайский язык, пока добежать до Китая. Я подружился с китаянкой Линь, она учит меня китайскому языку. То есть, день я обучаю по 10 слов, но все не получается немножко это. И вот мы вечером общаемся по скайпу, она рассказывает, как правильно, ударение и прочее. И мы создали аккаунт в социальных сетях уже в Китае. И я вам скажу, что процесс прироста подписчиков в китайских социальных сетях намного выше, чем в российских. Наверное. Они, ну, как бы... Вот, знаете, вопрос, ну, наверное, который волнует очень многих. Вот вы прибежали в Пекин. Вот финальная точка вашего путешествия, вашего забега, вашей миссии, да? Что дальше? Вы полетите обратно в Москву или вы побежите обратно в Москву? Нет, все на самом деле, я еще просто хочу объяснить, почему вот это и спутанница Москва-Пекин, Москва-Владивосток. То есть, я вообще хочу пробежать через всю страну. Ну, то есть, моя задача. И добежав до Пекина, ну, просто я сворачиваю на том месте, где вот по Дальнему Востоку и по Восточной Сибири я там уже бегал, потому что я сам оттуда родом. Это все места для меня известные, знакомые. И я планирую все-таки окончательную точку для себя лично этого забега сделать Владивосток. Я доеду на автодоме по Китаю до Приморья, до Приморья добегу до Владивостока, от Глорницы, с Китаем до Владивостока, сделаю финиш уже в России, развернусь и поеду на автодоме спокойно до дома. Тоже замечательно. Так что вот можно... Посмотрите Россию с разных точек зрения, да? Смотрите. Спасибо большое, Александр, что вы пришли к нам в студию. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю вам удачи, успешного забега. Действительно, выполнить вашу миссию, выполнить вашу цель. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был путешественник, бегун, спортсмен Александр Капер. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова